всем привет давайте теперь рассмотрим еще одну возможность надписей как можно вставлять делать гравировку допустим или еще как-нибудь для чего для каких-нибудь целей короче чтобы буквы были там или надписи узоры по рельефчики всякие так откроем цилиндр вот так вот сделаем make polymesh ctrl d ctrl d так все это дело выровняем подгрузим текстуру давайте выберем ее я тут немножко фотошопе набросал надпись вот такая вот надпись brush так и давайте еще одну psd закинем в двух форматах так теперь давайте зайдем в текстуры map нажмем текстуры и подгрузим вот эту вот вот вы видите классно она подгрузилась так пентилейзер не будем сжать хотя можно потом еще и с ним покажу как выглядит вот эта надпись теперь жмем маскинг и и жмем mask be color и жмем mask be intensive вот так вот теперь заходим в softtools находим экстракт так отключим дублировать и попробуем как она будет выглядеть так вот вот так вроде пойдет жмем мацепт вот вот такая надпись у нас получилось это с экстрактом если так выключим наш куб снимем маску и вот такая надпись у нас есть можно и теперь поработать в деформации с polish вот так вот нажать polish чуть-чуть вот она стала мягче буквы видны все так и также можно с ней поработать в геометрии с помощью edge loop давайте посмотрим как она будет выглядеть чуть-чуть уменьшим вот так дублирование выключим и попробуем панель loop вот тоже видите совсем по-другому выглядит вот такие надписи можно вставлять на кольца делать поменьше побольше вот так она все это выглядит ничего так ровненько пойдет так давайте еще посмотрим вернемся назад на шаг так теперь жмем саптулы жмем опять наш цилиндр отключим только вот эти вот наши саптул с буквы с буквами уже так вот так уменьшим и давайте теперь посмотрим если мы вдруг будем делать так текстуры мэп и нажмем допустим инцидентр и теперь посмотрим маскинг опять и маск би интенсив и теперь жмем саптулы заходим в экстракт и жмем экстракт отключаем переходим на наш саптул снимаем маску и вот так вот можем сравнить вот так вот все это выглядит в принципе ничего так сильно не поменялось вот есть такой вариант так давайте рассмотрим еще один вариант так все это мы поуберем так откроем опять цилиндр сделаем make polymesh и теперь подгрузим альфу вот эту вот сюда вот так так сначала сделаем вот так вот ctrl d make polymesh выровним и заместо нашей наколки прошлого видео давайте подгрузим надпись и попробуем опять же включим rect и попробуем ее вот так вот нанести и попробуем ее выдавить теперь с помощью деформации и с помощью так сайс и опять x так это вот так вот мы можем ее вот так с двух сторон выдавить давайте попробуем теперь сайс со всеми значениями кeeee подп differences вот так вот вот такие у нас могут получиться буквы так и теперь давайте попробуем сайс по zt так никак не работы не включил я вножь по zt вот так вот нужно сделать Вот такая будет надпись. Такие дела. И посмотрим, вот так вот можно ее регулировать. Так. Уберем заднюю надпись, двухстороннюю, чтобы не было. И давайте повторим еще, посмотрим вот этой вот клавишей. Так. Отключим Y. Разные части, вы видите, выдавливает, одну затягивает. Так вот выкручивает. Вот такое что-то получается. Вот такая вот может получиться надпись. И также мы ее можем полюс вот так вот сгладить. Внешний вид, конечно, расплывчатый, но можно ее подкорректировать, доработать. Вот здесь вот есть разные полоски, вот ими можно работать, что-то делать, вот так вот выдавливать, перекручивать, где-то урезать и так далее. Словом, экспериментируйте, прикольно получается. Все. Всем до свидания, экспериментируйте. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова